здравствуйте друзьям меня зовут михаил наводчик я преподаватель по ряду компьютерных курсов и в этом видео руководстве в этой пошаговой инструкции мы разберем как быстро обработать много фотографий использую пакетную обработку photoshop и по-другому это еще называется автоматизация для этого нам надо будет создать экшен либо операцию photoshop и то есть мы создадим photoshop им ряд действий который photoshop запомнит по порядку и потом будет воспроизводить уже для целой группы фотографии а точнее для целой папки либо папа я буду использовать ряд вот этих вот фотографии я из этих фотографий сделаю черно-белые также их сохранил в меньшем размере это у нас будет очень полезный урок по программе курса photoshop можете взять любые свои фотографии которые вам нравятся эти фотографии я скопировал в отдельную папку и как вы видите здесь разные типы фотографий есть фотографии в джипеге psd в тифе в бмп то есть они в разных форматах кроме того еще и мы все эти фотографии приведем также в один формат этот джипег также чтобы вам было удобнее следовать за тем что я буду делать я для вас написал вот такой вот краткий план из 6 пунктов которые я буду сейчас реализовывать он находится в описании к этому видео либо по ссылке под этим видео итак давайте приступать к практике и первым пунктом как вы видите здесь я написал это создать папку 1 и 2 это для удобства папку 1 мы сохраним фотографии с которыми будем работать исходники а в папку 2 photoshop наша программа будет сохранять уже результат благодаря созданию этих папок вы можете применять это множество раз и это ускоряет работу на самом деле назвать можно как хотите я назвал условно один и два для этого я на компьютере открыл пустую папку и создаю здесь папку 1 и папку 2 сделайте то же самое 1 это исходники а 2 где будет находиться у нас результат итак первый пункт мы выполнили делаем дальше и открываю план нашего урока смотрим номер два здесь я пишу нам нужно открыть окно операции либо action по-английски у вас если у вас английская версия там непосредственно мы будем создавать записывать последовательность действий которые будут потом использоваться фотошопе для этого конечно запустите фотошоп здесь лучше всего по закрывать все что здесь открыто закройте все файлы чтобы вам ничего не мешало и переходим в меню окно операции левом видите как это в английской версии если у вас английская версия жмем здесь alt f9 дальше исходя из моего плана нам нужно открыть какую-нибудь фотографию на которой мы будем записывать наш экшен то есть последовательность действий беру фотографию перетягиваю непосредственно фотошоп либо откройте его другим способом например файл открыть идем дальше смотрим теперь третий пункт создаем новую операцию то щелкаем на плюсик и присвоим имя этой операции назначим горячие клавиши и цвет пробник цвета то есть вот здесь в этом окошке операции за щелкаем здесь вот на плюсик создать новую операцию давайте я вот так правее подвинул либо эта команда есть в меню вот здесь вот новая операция можно так и сделать но на мой взгляд чтобы не перемешать наши новые операции с текущими здесь видите есть системная текущая папка давайте создадим здесь еще папку которые вы будете впоследствии слаживать сохранять ваши операции если у вас их будет несколько для этого щелкаем вот здесь вот на папке создадим новый набор имя может быть любое я напишу дату меня 1604 жмем ok папку делать не обязательно но так удобнее на мой взгляд а вот теперь же давайте нажмем на плюсики создадим новую операцию нажимаем имя операции я возьму то что у меня написано в плане то есть мы сделаем это все вот в джипеге игры скейл то есть мы сделаем все это черным-белым тогда легче их распознать ставлю здесь этом дальше набор у нас определился наш набор которым создали потому что он сейчас выделен дальше цвет можно выбрать любой это тоже для удобства можно не выбирать дальше клавиши горячие можно назначить либо не назначать но давайте выберем shift f2 то есть при нажатии этой комбинации у нас будет запускаться проигрывание воспроизведение этого события экшена и жмем на кнопочки записать отлично видим у нас красная кнопка появилась это значит сейчас все что мы будем делать нажимать какие-то команды выбирать все будет записываться последовательность которая будет потом проигрываться я перейду обратно в план нашего урока и посмотрим третий пункт мы сделали теперь выполняем пункт номер 4 а это давайте сделаем черно-белым изображение здесь у меня два варианта как это делать заходим изображение режимы и выбираем градации серого можно так выбрать фотография станет из цветовой палитры которая у вас выбрана градации серого либо там у меня другой метод можно использовать если вам не нужно менять цветовую модель можно выбрать в меню коррекции цветовой тон насыщенность к примеру и вот здесь вот убрать просто насыщенность до минус 100 и нажать ok но я так делать не буду я сделаю первым способом изображение режимы градации серого жмем здесь и жму ok видим вот здесь появилась надпись это то что мы сделали градации серого дальше переходим план нашего урока теперь пункт 4b изображение размер изображением давайте уменьшим разрешением можно делать можно не делать но мне это нужно потому что там у некоторых фотографий большое разрешение и из-за этого большой размер заходим изображением размер изображения и вот здесь видим меня стоит 300 разрешения я здесь выставлю 72 это минимальное разрешение более-менее приемлемое для фотографий можете выбрать и другой если вам нужно немножко больше качества можно ставить 96 либо например 150 и жмем ok она уменьшается это нормально это говорит насколько она была у нас большая дальше смотрим план нашего урока дальше выполняем пятый пункт сохранить как закрываем фото и останавливаем нашу запись щелкаем на кнопки стоп и так сохранить как выбираем файл сохранить как эта операция нам позволит сделать все фотографии нужного расширения то есть джипеге видим моя текущая фотография в тифе а мне нужно в джипеге поэтому вот здесь щелкаем на тип файла и выбираем вот верхний джипег здесь есть разные джипеге наиболее распространенные и распознаваемые это вот этот джипег и вот здесь важно выбрать нужную папку помните мы создавали в начале папку 1 и папку 2 то есть результат мы будем сохранять в папке 2 и вот здесь обязательно указываем папку 2 это нужно для того что в будущем если вы будете уже с другими папками работать программа именно запомнит эту папку 2 и action будет настроен на папку 2 на этот результат и жмем сохранить качество ну качество стоит у меня максимальная но для моих целей так как я экономлю хочу все поменьше минимальное качество на мой взгляд для таких фотографий может быть 8 жмем ok дальше нам нужно обязательно сейчас закрыть фотографию чтобы это было также записано в эту последовательность действий щелкаем одесет сверху на крестики этой фотографии видим последняя запись в нашей последовательности это закрыть отлично и теперь останавливаем нашу запись жмем на вот этом квадратике слева от красного кружка все мы записали нужную последовательность теперь давайте проверим как это работает с целой папкой для этого переходим в план нашего урока и смотрим это у нас уже 6 пункт это непосредственно пакетная обработка где она работает уже с целыми папками для этого в меню файл вот здесь написано выбираем автоматизация пакетная обработка по-английски вот здесь это написано как это обзывается батч и для этого давайте коль у нас есть папка там где у нас будут исходники туда скопируем то есть я беру вот эти фотографии мои и копирую их папку 1 здесь у нас уже появилась первая фотография на которой мы тренировались она может оставаться либо можно удалить а вот теперь уже выполняем наш пункт 6 автоматизации меню файл автоматизация пакетная обработка файл автоматизация пакетная обработка справа вы видите как это на английском здесь сверху разделе набор выбираем папку которую мы создали если она у вас не выбрана здесь наш экшен который мы создали либо операцию дальше источник здесь выбираем папка если у вас не выбрано и откуда мы берем мы берем из папки 1 на самом деле можно было брать не только с папки 1 можно было выбрать с любой папки который вы пожелаете щелкаем здесь выбрать и здесь я захожу в папку 1 и жму выбор папки все адрес нашей папки вот здесь прописывается дальше в окошке справа это куда мы будем отправлять и как мы будем отправлять слева у нас откуда а справа это куда выходная папка то есть нашем случае папка 2 здесь указываем просто папка выбрать указываем папку 2 и выбор папки она у нас также прописывается все мы создали минимальную настройку также вы можете здесь посмотреть есть дополнительные настройки например вот здесь включать вложенные папки если бы у вас было несколько вложенных папок то можно было сразу указать и папка в папках все бы нашлось и здесь жмем справа сверху кнопку ok здесь я жму ok если у вас будет появляться такое же окошко как у меня где спрашивается цветовой профиль то здесь придется мышкой нажимать каждый раз подтверждать либо можно просто нажать enter и удерживать клавишу enter на клавиатуре тогда окей будет нажиматься автоматически пока вы держите пальцем на enter но это окошко возможно у вас и не появится это у меня она появилась потому что у меня такие вот файлы исходники были обычно это окно может и не появляться а если появляется жмем enter и ждем пока не пройдет появлением этого всплывающего окна и не закончится наша операция теперь осталось посмотреть что у нас получилось переходим в папку 2 и смотрим все фотографии стали черно-белыми и все стали джипегами если сравнить два размера первая папка исходная видим у нас двести тридцать шесть мегабайт было а теперь у нас у папкам 162 мегабайта это получается двести тридцать шесть разделить на 162 то мы получаем видим размер я уменьшил аж в 145 раз это то что мне и нужно было это в моем случае конечно у вас будут возможно другие результаты потому что вас другие фотографии другие исходники попробуйте это проделать остальные уроки по фотошопу собраны у меня на канале в отдельный плейлист вот этот плейлист по фотошопу здесь много дополнительных и основных уроков по курсу чтобы стать профессионалом программе photoshop также здесь собраны уроки по другим графическим грамм это коралл иллюстратор здесь также рассматривается как осуществляется верстка сайтов на html работа с вордпрессом seo javascript indesign создание визиток также работать с видео это уже связано с видео монтажом здесь программы premiere pro и adobe after effects программы 3ds max lightroom и другие здесь уроки если будет желание то посмотрите на этом я с вами буду уже прощаться если будут вопросы по этому либо другим урокам задавайте и переходите к следующему уроку которые вы видите справа на экране палец вам указывает на это видео где мы продолжим разбираться с полезными инструментами в разных программах я вас всех люблю и всем пока